Всех привет, я и премного просмотра про джампера и FIFA 8 за менеджер, за Робин Гудов. Так, у нас пересезонная игра, но при этом у нас другие проблемы. Надо подписывать контракт с игроками. Так, тебя, я думаю, продаем. А так фигу знает, да? Подщопа. Давай. Опа-на. Это уходит из порта. Да? Где-то написано, что хочет уйти. Завершает карьеру после этого сезона. Контракт заканчивается в 12 месяцев. Он уходит от нас из порта. Так, ты у нас по-любому не уходишь, с тобой переговоры начинаются. Рад вас видеть. Благодаря вам за визит. Садитесь, пожалуйста. Благодаря вам за прием. Давайте поговорим о роли моего клиента в клубе. Нам интересен вариант, при котором мой клиент будет выходить в группу игроков, состоясь в гостях команды, получая много игрового времени. Да, я принимаю это условие. Мы согласны в нашем клубе серьезной конкуренции, но я обещаю, что получит интересующее вам игровое время. Теперь давайте обсудим продолжение контракта. Мой клиент интересует договор с сроком 3 года. Контропроложение 2 на 4. Таким продолжение контракт нас не устраивает. Мы готовы положить игроку контракт следующим сроком 4 года. Согласно предложению сроком 4 года, его вполне устраивает. Офигеть, его устраивают 4 года. Отщеметь просто. Так, это мы его не гонорируют. Если он захочет, мы согласимся. Теперь давайте обсудим размер заплаты. Мы хотим не менее 49500 в неделю. И наши условия подписаны бонус 700 и бонус забитые мячи. 15 мячей он забивает. Чоп, 15 мячей. 49000. Ну, это вообще просто грабеж, на самом деле. Я согласился, конечно, но это грабеж. Это грабеж. Да, да, да. Сейчас посмотрим. 7 процентов. Уже 7 процентов. Я уже не смогу это сделать. Это просто грабеж. Ну ладно, нам еще надо двумя подписать контракт. Так, так, так. Финансы, финансы, финансы. Ты, я понял. О, теперь ты. О, это всего лишь молодым. О, ему 61 всего лишь. Офигеть просто. Здорово, пожалуйста. Очень рад, наконец, вас видеть обоих. Садись, пожалуйста. Я сначала, я начал начать переговоров всю же роли, которая будет играть в клубе. С учетом вашего состава могу обещать вашему клиенту, что он этот сезон получит шанс повезти себе, а в первой команде годится. Ну блин, делающийся от 1. Не, это какой-то метод. Приказы отдаются наши ожидания. Мой клиенту строит прилагаемую роль. Сколько-нибудь здесь наш нападающий попросит зарплату, когда контракт будет заканчиваться. Все это обсудим, проложим сроком контракт 3 года. Да блин, с этим 3 года, 3 года, блин. Надо ей 3 года. Ну я с ним согласен, на 3 года с этим. Я принимаю это условие. Конечно, нас устраивает. Мы готовы положить контракт. Положить 3 года. Та 61, 19, 3, что-то не то. Не особо что-то это удовлетворяет, скажу честно. Так, игнорируясь, захочешь, мы согласимся. С этим все решено. Давай запустим зарплату игрока. Так, мне полагают ему заплатить. Давайте я ему... 13000 и бонус 300000, а? Согласен на это условие? Может получать у нас 13000 в неделю, и мы готовы положить в подписание бонус в размере 300000. Достойный, продолжаем. Мой клиент это устраивает. Пиздец. Ну конечно. 61. Конечно, он это устраивает. Еще как устраивает. О, Матизаки. Контракт не подпишет, что он уходит на пенсию. Так, центральный защитник Тея у нас. Вот, давайте я, может, с ним пообщаюсь. Ну тут осталось не слишком много уже. Тут осталось. Раз, два, три. Ну это тоже, блядь. Ну, Папуа. 75 уже чоп. Блядь, чоп. Центральный защитник ТЦОП. Не пьё ты даешь, блядь. Вратарь. Ну у него зарплаты всего 4700. Это у вратаря. Ну, а, мать. Да. Вратарь. Вратаря. Очень рад видеть вас обоих, давайте сразу перейдем к делу, благодаря за прием, давайте поговорим о роли игрока моего клиента в клубе, нам интересен вариант, при котором мой клиент станет бессмерным, игроком первого со славой будет входить на поле, то он мне так входит, он станет на поле. Вы согласны в нашем клубе серьезные конкуренции, но я обещаю, что получите интересующее вам игровое время. 24 года, 82 общего. Хорошо, мы договорились о роли игрока в составе, теперь давайте обсудим продолжительность контракта. Давайте. Давай на 5 лет, а. Мы хотим положить ему контракт на 5 годов, ну лет. Теперь на 5 годов. 5 лет. Да, нас устраивает это, давайте продолжать. О, нормально, его устраивает это. Ну, зарплату вы можете попросить огромную сейчас, 5 лет, контракт большой. Это... Отчуметь просто большой. Так, это игнорируем. Если он хочет приложить, я соглашусь на любую сумму. Все решено, давайте обсудим зарплату игрока. Или надо было отступные добавить, чтобы, может, зарплату чуть уменьшить, а? Он будет уверен, но, блин, от меня он просто так не уйдет, он... Так. Он получает 37 тысяч. Давай я тебе 45 провожу, а? Добавим. Какие 9 миллионов? Чё смотришь? Так. Подписание бонуса тебе даю. 600 тысяч. Добавить бонус. Сухие матчи, 10. Получишь у меня... 1,5 миллиона. АТ-приложение. Можешь получать у нас 45 тысяч фунтов в неделю, мы готовы положить. Подписание бонуса размера 600 тысяч, а также дополнить мотивацию. 1 миллион 500 тысяч за несколько матчей без пропущенных голов в 10. Мы заключили сделку, мой клиент будет получать зарплату 44 500. Мы рассматриваем и подписываем бонус 650. А, а сухий матч его наставил. Зарплату он уменьшил, но 500 зарплату уменьшил. Ну, подписание бонуса увеличил. Ладно, я согласен. Короче, такая ситуация у нас. Ну, вообще-то у нас по контракту все нормально идет. Уже нормально все идет. Более-менее. Тут у нас молодое дарование. 75, блин, это нельзя терять. И два вратаря. А кто у нас в следующем сезоне? Ты, может быть, идешь на пенсию, да? А не, 28 лет где нормально еще. Да, в следующем году тоже, блин, беда. Что-то мне кажется, как будто я каждый год, блин, начало года, с ним подписываюсь. Я не знаю, сколько контрактов. Ну, вообще-то этой центральника тоже можно бы продать. У нас почти, ну, может, ЦЗ, ЦП, ЦОП, нифига, он везде играет. Ладно, фиг с вами. Ну, что, все, мы подписали контракты с всеми игроками. У нас пошло уже более-менее нормально. Так, тут что, положение, предложение по трансферу. Наш основного вратаря хотят купить. Я отклоняю это предложение, потому что если он уйдет, у нас вообще никто не будет стоять на воротах, можно сказать. А молодое дарование еще не успело. Так, ну ладно. Так, что-то я еще хотел. Так, состав, 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 состав. Так, у нас выходит ЦЗ. Я так понимаю, да? Уходишь ты у нас? Угу. Угу. Даже не знаю. Да ладно, таким составом будем играть. Там, без изменений, можно сказать, почти. Так. Центр по поводу трансфера. Это куда нас проведет, интересно, сейчас. Это, а, где я? Мои, да, типа того. Вот воротарь. Что, при весе этого игрока можете потратить? Не, 24 года, думаю, покруче. Вот и правый защитник, только про него ничего не известно. Ну, 76. Вот центральник еще какой-то белый. Блин, центральник дофига, а вот. А вот он, дарование. Ну да, конечно. Сейчас я заплачу за 73 миллиона за него. Сколько знаков вопросов просто отчуметь? 77, 21 год. А нормально так он. 79, 30 лет. Ну вообще-то одного старичка можно еще купить, блин. Тем более 79 у него общая. Такой же, как мультизакер у нас 70 уже фигачил. Мы купили его даже еще это. До 10 миллионов можно приложить его нам к себе. Это понятно. Это че? Игрок только что перешел на укроп и не собирается уходить. Это вообще я не знаю. Левые защитники. дофига накидал, а смысл вообще нет. Они знаки вопросики. Тоже нет. Финя полнешняя. А это цапы уже пошли, да? И нападающие. Это единственный нападающий, блин. Надо все почистить здесь. Так. Центр состава. Что за центр состава? А, это Финя. Подожди, давайте на трансфер зайдем сейчас, секундочку. Задачи. Вот какой-то есть. Ну ладно, давай тебя изучим. Во. А, я тебя знаю даже, ну видел, против нас играл. Опа, тут ТХ-мчики есть, что-то интересненькое. Американец, что ли? А че иметь, еще американец здесь есть. Так, и тебя давай. Так, че еще хотел я? Левого защитника у нас тоже пусть это найти бы, нафиг. Попробовать. А вот это мне че-то не понравилось, а? Даже сроком контракт заканчивается. Это очень хорошо, на самом деле. О, колешинация, е-мое. Собой давай в список добавим. Ну, он 18 миллионов стоит, 105 тысяч за патру. У него это нереально его держать. А, все, больше ничего интересного нету. Очуметь просто. А, да, тебе еще. Посмотрим. Так, любая позиция. Любая позиция, любая позиция. Так, я хочу изменить задачу. Вратарь. Любой. Вот такой. Ищем вратарей здесь. Все. Готово. Дотачу поменяли. Маму, может, вратаря поменяем. Фигу за. Ну, че, переходим к игре. У нас уже так 17 минут прошло. Мы тут обсуждаем все. Трансферы. Контракты подписываем. Все, такая фигня, блин. А футбола-то нету, ни-таки нету. Футбола-то таки не было и не было. Да, супер, вообще просто. Начинаем играть. Мы присутствуем на втором групповом матче Европейского международного кубка. Турнир товарищеский, тем не менее, качество футбола от этого не страдает. Да, качество на высоте. Команды ведь бьются не только за победу, но и за статус клуба, и за немалые призовые. Но и при этом стараются показать интересный и привлекательный футбол. Сегодня футбольный клуб Краснодар встречается с Ноттингем Форест. А, русские приехали. Посмотрим на состав Краснодара. Давай посмотрим. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. А че они брать? При необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Мяч в зоне атаки. Блять. Мяч убежал от нас. Далекие края. Подавай. Нафига них поздают прям. Че творите-то? Опа, вратарь затащил. Да, игрока мы не зря купили. Цапа-то, а. Прям не жирей вообще его, не капля. И мы забиваем за него матч. Вот он, мяточек. На лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Какое-то невнятное действие в обороне. И вот, пожалуйста, как результат, гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выпаду. Это первый гол в этом турнире. Пересезонный в нашем турнире. О, мяточек наш. Брять, ну это зачем куда бить, а? О, опасно, опасно. О, мяточек наш. Глава просто отскочил куда-то непонятно. Отличная передача в штрафную, но вот игрок на острие атаки был к ней, кажется, не готов. Хороший получился удар, вот только точности ему немного не хватило. Да, супер, хороший затей был. Он чуть защиту хором уже. Это может быть опасно. Хорошо играет. Меня прям радует они. Есть тут возможность к воротам убежать. Ну не щути со мной шутки-то, а? О, нормально. О, опять прорывается. О, опять прорывается и получает в эту передачу. Эх, давай. Отпросите. И это при том, что ему никто не мешал. Да, вышел один на один, решил пробить на силу. То ли силу не рассчитал, то ли ударить нормально не получилось. В общем, не реализовал железобетонный момент. Не говорю, без предела какой-то. Это может быть опасно. Успеваем, успеваем, успеваем. Ай, блин, передъезжал в мяч. Ууу, они по флангу атакуют. Это опасно, может быть опасно. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Великолепно сыграл защитник. Не-не, мяч у нас остался. Только некому нападение делать это. Ай, Барри, какая досада-то, а? Не смогли ничего сделать. Отлично сыграно, надо решать. На ближнюю, без проблем. Вот тут младшин воротарь взял. Но игрок на всякий случай, по-моему, подхватил. Во. Да удар был кривой, а? И мы забиваем, а? А? И теперь в два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Я не понимаю, чем в этот момент были заняты игроки оборотов. Мы, видимо, не уследили, а к голкиперу особых претензий нет. Да, отчуметь просто. Он сам перевел. Ну, это он так шел прям в ворота. Не хватило чуть-чуть ему везения, вратару и все. Ну, все, мы 2-0 идем на 25-й минуте уже. Все пока нормально. Прекрасно у нас. Опа, не пропускаем. Но все равно мяч у них остается. Теперь нам... Защита справляется. Я думаю, что нам конец нет. Мяч со мной переходит на кикну стороне. Отнимать не хорошо. Защита надежно играет. Мяч отобран. Соперникс реагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Да, е-мое. Вот это опасно. Посмотрим за этой атакой. Да, удар был. Ну, принял тоже как-то. Надо было сразу пить, но там неудобно было пить на самом деле. Но международно наш. Мы сохранили мяч. Да-да-да, по флангу. А-а-а, не точный навес. Не точный навес. Не точный навес. Может получиться интересная атака. Удалось прервать эту проникающую передачу. Ну, это не точный удар. Мешали. Защитники мешались. Посмотрим, что тут дальше будет. В центре штрафной подан мяч. Ну, это... Я не знаю, что тут. Училась непонятная какая-то ситуация. Краснодар в этой игре пока не забил. Юрий Гозинский. Это может быть опасно. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Опа, супер. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Тут может что-то получиться. Блин, надо было пас давать. Надо было пас давать. Подали мяч с углового. В центре штрафной. Все, конец. Защита первая на мяче. Вынос. Это может быть опасно. Удар. Ротарь. Вот это сейв. Вот это удара. Пробьется главу. И прямо в центр штрафной мяч летит. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Нормально, нормально. Давай, держи, держи мячик. Все, свисток. Первый тайм заканчивается. Счетом 2-0. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме. Так ведь? В первом тайме все было замечательно. Он и сам сумел отличиться. И его команда выигрывает счет. И во втором тайме надо продолжать в том же духе. Да ладно, не может такого быть. Ну че, что-то у нас. Спартак у нас играет 0-0. О, а там по-серьезной, кажется, группы-то прям. Мы присутствуем на втором матче группового этапа европейского. Второй тайм. А, ну да, второй матч, да? Согласен с тобой. Посмотрим, что нам предложат команды во втором тайме. А, тварь, а не... Я думаю, он не сделает так. Ну че, отняли у нас мяч. Теперь краснотары у нас опять атакуют. Нифига он обводит все пьемы. Да, видно, как особо на пространстве у меня есть. А вот у меня нет пространства. Нормально проперлись, проперлись. Навес, навес, навес. А, не точно навес, а. Ай, блин, не пункт. Солбоватый удар. Ой, пас. Ай, не прошел ты как, а. Причитал защитник. Так, а вот этот парень сегодня проводит очень хороший матч. Здорово он сегодня смотрится в атаке. И моменты ищет, и гол уже забил. Ну и вот график его ударов нам показывает достаточно красноречивый. Может получиться интересная атака. Ну, пора подавать. Давай, сейчас, подожди, секунду. Ай-яй-яй-яй. Здесь защита справляется, мяч отобран. О-о-о-о. Валяется их ничь. Кстати, вот новость интересная. ПСЖ, говорят, хочет подписать очень хороший контракт с одним из игроков. Ну а что тут сказать, Георгий? Время покажет. Может быть, узнаем какие-то детали, и тогда сделаем какие-то прогнозы. В любом случае, громкие трансферы, это всегда будоражит, это всегда интересно. Ну что, может быть, навес? Юрий Газинский. И пробил. Удар-то как, а? Если вот так звали, да? Блин, я по сухам слышу, Буфон уходит из порта. Это опасенный сезон. Блин, жалко как, на самом деле. Я бы посмотрел бы еще, чем стоял бы. Удар. Здорово сыграл игрока, обороняющаяся команды. И за боковой игрок Краснодара введет мяч в игру. Это может быть опасная атака. Ну давай, бей. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала беда, и цели за именем не точно удохнят. Похоже, тренер готов произвести замену. Мы левого на левого защитника поменяли. Тут уже старик стал. Так, у нас еще центр, бля, пропадает. Я так понимаю, да? Один ЧОП уходит, и одно я продаю. А, бля, не пропускай-то, а? Ай, блин, офсайд, а? Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Да ладно, а я так думал. Давай фигню будем строить дальше. Мяч в зоне атаки. И с мячом он идет вперед. А, мяч наш. Иначе надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Да, блин, тут... Желтый, желтый, знаю, что ты ему желтую даешь. Так, даем другому нападающему поиграть. Так, теперь тебя поменяем. Даем шанс себе выпуститься. Что у нас еще? Центральный защитник тоже давай поменяем. Вот, центральный защитник я не знаю, продавать, не продавать. И в следующем году у нас пропадает мутезакер. Предупреждение получает игрок. Вот ЧО. У нас двое игроков уходит из порта, одного я думаю продать. В данный момент. Таких, ох, отдохнуть наконец, да? Нифига, и пропускает, а! По центру! Вот это да! Вот это быстрый гол, а! Ну, это как вообще, шраф новому сказать. Ты зарабатываешь у нас неплохо. А вот тот ЧОП, который у нас... Вообще самую большую зарплату получает. В принципе, тут все ясно. Но настоящий болельщик не как-то свой команды не бросает. Да, обратно в Коснодар, да? Да, вряд ли ошибусь. Если скажу, что судьба матча решена. Это может быть опасно. Ну, ЧО у нас тут творится так нормально? Во, супер вообще просто. Ну, давай, Брим, беги, а! Никуда выигрывающая команда не торопится, катает мяч у себя на половине поля, но увлекаться, мне кажется, этим не стоит. Да, Брин, ну, хотел опоздать, а уже не получилось. Ничего у нас не получилось. Да, ё-моё. Ай, как хорошо-то, ай-яй-яй. Ну, Калюшинация я бы взял, на самом деле, Брин, вообще хороший защитник. Арсенал повезет, что он на халяву получил, но Арсен Вегерк не пользуется им-то, вот что фигово. И мы забиваем четвертый гол. Отчуметь просто. И опять он делает дубль. Он делает дубль. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Вот это вы упустили ему зверя. Простите, краснодарцы, нам это деньги более нужнее, я думаю. Опа, нормально. Ну, ладно, по флангу пойдешь. Ай, Брин, а, такой шанс, а. Палево пьюсь, разряжается у нас аккумулятор на тёсике. Ну, ладно, фиг с ним, не слишком это важно. На самом деле. Да, Брин, что-то вред, бред, что-то врезается в него, бред. Отойти не могу, он прям врезается в него, и все, и стоит, как истукан. Так, нам осталось играть 10 минут. Штрафной подачи есть там, кому сыграть. Отличный момент. Сергей Петров. Вот как надо играть в защите. Да, не говорю об этом. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Пока неплохо. Так, нормально. А, Брин, там открывался, но мы тут закрыли со всех сторон. Нашим нападающим, он ничего бы им-то особо не смог бы сделать. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. О, это плохо. А, нарушение? Нарушный удар. Нарушение. У нас вводный удар. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Дерись давай за это мяч-то, а. Приграл борьбу Паба. А основное время заканчивается через 3 минуты. Опа, но у нас осталось-то играть. Вообще ни о чем, краснодарцы. Пора уже заканчивать матч. Ё-моё, перекладина-то, а. Опасно. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. Протащил, блядь. Ё-моё, вот это он, да. Ну, конечно, вратарь затащил этот момент. Ну, какой момент был, а? Да, блядь. Паста не прошелся, но такой пятышка хорошая была. Взять на атаке может получиться что-то стоящее. Так, все, сесток мы побеждаем. За счетом 4-0. Неважно как, неважно с каким счетом, но этот матч они выиграли. Да, думаю, раздевалка сегодня будет наполнена позитивом. Воздушным шампанским. Воздушным шоколадом, да. О, створ ударов 10-5, 12 ударов. Ну, точность удара у нас здесь, раз лучше, чем у Краснодара. У них, блин, там 55% всего, что они нанесли. А Спартак там все побеждает и побеждает у нас. Так, ну, на этой ночи мы, я думаю, остановимся. Увидимся в следующей серии других прохождений. Все удачи вам и пока. Субтитры сделал DimaTorzok